Золотой резерв России Продать часть принадлежащего ему золота другим странам, ну или, предположим, банкам иностранным, для того, чтобы получить в свои руки ту или иную валюту. Именно такой запрет на монетизацию и планируют ввести в Сенате США в связи со спецоперацией России на территории Украины. Блокировки хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте. Если это удастся, то Центральный банк, по сути, потеряет возможность продавать свое золото и получать доступ к дополнительной валюте. Даже если он будет введен в действие, вопрос, как это практически будет осуществляться, какие фактические меры они смогут предпринять против наших сделок с нашим золотом. Экономические санкции начали вводиться еще с 2014 года в связи с вхождением Крым в состав России. Опыт предыдущих санкций, он свидетельствует о том, что их урон, который они наносят по интересам России, по безопасности России, он достаточно невысок. И Россия, благодаря ответным действиям, в том числе программе импортозамещения, она большинство этих санкций смогла нивизировать как угрозу. Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на экономические санкции Запада поручил Газпрому перевести расчеты за поставку газа в Европу в рубли. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла. Это первый шаг к переводу всей внешней торговли на рублевую основу. А учитывая, что Россия больше экспортирует, чем импортирует, создается ситуация, при которой нашим зарубежным партнерам нужно рублей гораздо больше для оплаты наших товаров. И эта ситуация намного более комфортна для российской экономики, для российского рынка, для российского правительства, чем ситуация, когда мы, в свою очередь, вынуждены каким-то образом добывать валюту для того, чтобы расплачиваться по своим обязательствам и платить за импорт. Роберт Хасанов, Универньюз.